Мы будем поговорить. Спасибо. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Спасибо. Вот так. Да. Вот так, друзья. Так что, если вы летите AirAsia, не кладите внутрь рюкзака пауэрбанки. Иначе вам придется возвращаться в аэропорт. И гостеприимные индусы будут вам возвращать ваш рюкзак уже на следующий день. Это что-то новенькое. Еду. Угадайте на чем. На электро-тук-туке. Тесла просто отдыхает. Либо это тук-тук Тесла. Тесла, яс. Тесла, да? Тесла, да. Вот. Это мои пассажиры здесь тоже. Со мной едут. Рядом чай растет. Красота. Электро-тук-тук. Слышите, как тихо едет? Электро-тук-тук. Электро-тук-тукан-ткан? Электро-тук-тукоса. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь про сим-карты В Индии основные операторы это Vodafone и Jio Есть еще Aritel, может быть чего-то еще есть И в каждом штате разные способности у этих операторов То есть в каком-то штате сильнее, лучше покрытие у одного, а в каком-то у другого Я сейчас в Западной Бенгалии И здесь мне посоветовали взять Jio сим-карту Но не так-то просто это все оказалось Я пришел в офис Jio Они начали оформлять симку И когда увидели, что в загранпаспорте нет адреса В русских загранпаспортах не указывается адрес Они технически не смогли завершить оформление И порекомендовали пойти к другому оператору Окей, я пошел к другому оператору Aritel Там тоже была графа адрес, но девушка уже, видимо, все поняла Она заполняла за меня анкету Как это она всегда делает с клиентами То есть берет паспорт и само заполняет И когда мы дошли до пункта адрес Она просто свой лэптоп повернула ко мне И говорит, вы тут сами заполните согласно вашему паспорту Ну, я там что-то написал Она это, естественно, проверять не стала И в итоге мы оформили сим-карту Обошлось это в 500 рупий 2,5 гигабайта на день Если мало, можно пополнять Там недорого стоит Затестил сейчас скорость от 8 до 25 пока мегабит в секунду Первый мой чай доржинок я купил в магазине И он как-то был не очень, но в масс-маркете А это прям настоящий Смайл снайс И что хорошо, у него на крышке прям написаны цены Это значит, что наебать уже не получится Если вдруг он бы захотел Вот, например, смотрит Оп, цена 600 Окей Окей Так Это второй флаж Это второй флаж Это лучший флаж А, лучший флаж Да Второй флаж Это второй сбор, то есть летний Первый весенний Это 1200 Вот так выглядит чай Дарджиллинг Видите, он как будто бы как смесь зеленого и черного И он должен быть хотим Этот пахнет хорошо Вот такие десерты в Индии Что-то среднее между моцареллой и холвой Но вкусно От моцареллы здесь консистенция, а от холвы вкус Индийские сладости очень напоминают турецкие Батва холву и ракат луру Отличие главное в том, самое явное отличие, что здесь добавлены еще специи Чуть-чуть, как не странно Деликатно, но вкусно И ведущих себя в русской войне Их побывало, и их рассосало Привет, ребята Привет Привет Ты любишь Кровосток? Это звучит хорошо? Да Кровосток из Москвы с любовью То есть, из Москвы с любовью Выезжаю в Пассион на пшите маршрутки Вот на такой тачке я еду в Курсион На крыше мой рюкзак, который иногда путешествует без меня Это у нас тут что-то типа питстопа Это должно быть признать В Бурселонге на какой-то высоте, что-то около 1000 метров на дуровном море. Пойду искать свои апартаменты, очень атмосферно, обратите внимание, узкоколейная дорога, очень прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поднимаемся. Где-то тут будет мое жилье. С двумя рюкзаками очень эффективно с точки зрения сжигания калорий подниматься на такую высоту. Лестница эта у меня будет каждый день, так что ситнес обеспечен. Привет, World Gym. Ух ты, а у нас тут обезьянка бегает. А ее, наверное, не видно из-за солнца. Опа, сигануло. Наконец-так я добрался. Гуд автинун. Гуд автинун. Алло. Найсо, познакомься. Ай, Влад. Гуд локейшн. Вау. Вот заехал в комнату с прекрасным видом. Вообще прекрасно. Жилье это стоит 17 тысяч рупий за три недели. О, ну это прекрасно. Проснуться и в такую красоту смотреть. Шикардос. Вот только-только проснулся. У меня под духом кто-то звуки издает какие-то. Давайте посмотрим, кто это. Доброе утро, мартышки. А, это пищит их этот. Мелкий детеныш пищит. Ага. Они его держат. Типа страхуют, как альпинисты. А он рвет какие-то ягоды. Вот, нарвал, вернулся. Это мой балкон. Забор рядом с балконом. А, вот они меня запалили, но им пофигу. Ну, еще один ползет. О, наоборот, она заинтересовалась. Через стекло снимаю, поэтому видно, может быть, не очень хорошо. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Альпинистка моя, скалолазка моя. Видите, она беременная. Ань, то есть, ну, уже родившая, с ребенком на прицепе. И лазит таким образом по веревкам. Вот она, вторая мамаша. Это, в общем, клуб мамочек. Надо сказать, обезьяны здесь более крупные, чем на Шерланке. И вообще бесцеремонные. Они тут абсолютно, я так понимаю, не боятся человека. Сейчас посмотрим, чем будут меня кормить. О, а тут уже чай для меня готовят. Я тут заказал чайку. Это у нас картошечка с какими-то специями. А в пароварке у нас... Стимбред. Стимбред. Интересно. Ну, похоже на галушки, похоже. А-а-а. А-а-а, понятно. В общем, берем кусочек теста и с картошечкой его. Спайси. Короче, суть такова. Это у нас тесто, замотанное в ролик. Мы отрываем кусок теста. Берем им картошечку. И таким образом... Ну, хлеб с картошкой, углеводы с углеводами. И таким образом кушаем и не забываем забывать водой, чтобы не спалить к чертям вообще нашу ротовую полость. Ну, классно же работать в таком офисе. Встал, два шага сделал. Вышел на балкон с чайком Дарджилинг. Полюбовался видом. Посмотрел, что там люди внизу делают. Как мартышки себя чувствуют. И полный вдохновения возвращаешься к трудовым подвигам. Красота. Такой передвижной офис, как говорится, не сахар, а липовый мед. Продолжение следует... Обратите внимание, здесь при строительстве дорог в асфальт закидывают камни, которые остаются торчать. Специально, чтобы машины меньше скользили на дождливой горной дороге. Поднимаясь на обзорную площадку, я уже практически в облаке. Не знаю, насколько видно с камеры, но вот они, эти влажные частички облака буквально над головой пролетают. Вот впереди можно видеть на фоне дерева. Называется место Орлиное гнездо. Сразу отсылка к дворянскому гнезду в Орле. Сейчас мы сравним дворянку с этим местом. Здравствуйте! Здравствуйте! Как дела? Хорошо, спасибо. И тебе? Хорошо. Да, вот это Орлиное гнездо. Действительно Орлиное. Все на уровне облаков. Класс! Надо сфоткать. О, а тут чай на Орджилинг. Вот, ребят, вот так растет чай, щекотаемый облаками. Красота, красота неописуемая. Кстати, есть здесь туалет? И облака, эти они такие изменчивые. сейчас есть, а через минуту нет. Девочки поют. Сейчас пойду к девочкам поближе послушаю, что они там поют. Твоя песня красивая. А, из Солигурия? Да. Я приехал из Солигурия. Я живу в Солигурии три ночи. И после Солигурия я приехал здесь. И я планирую здесь три недели. и после этого я хочу поехать в Тартелинг. Да. Где ты? Я из России. России. Какой ты имел? Меня зовут Сальма. Сальма? Здравствуйте, мой имел Влад. Здравствуйте. Какой ты имел? Меня зовут Рия. Рия, здравствуйте, мой имел Влад. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...